Всем привет, с вами Стас Быков. Сегодня мы поговорим о монетизации ваших видео на YouTube, рассмотрим конкретные примеры, как мне удалось повысить монетизацию на канале на 40% и более, и, конечно, поговорим о том, как зарабатывать на своих видео в целом на YouTube. Погнали! Я думаю, вы уже видели серию моих роликов о том, сколько платит YouTube за 1000 коммерческих просмотров, недавно было видео за миллион просмотров, сколько я получил, причем очень интересно, я сравнил два видеоролика, где набралось более чем 1 миллион просмотров. И разница между заработками на этих роликах была сильная, я там объясняю, почему так происходит. Обязательно посмотрите, если еще не смотрели, ссылку на это видео я также оставлю в описании. И третий ролик – это «Как набрать просмотры на YouTube за 10 минут». Тоже очень интересный ролик, обязательно вам нужно посмотреть. Итак, в одном из своих роликов я продумал новую стратегию, которая позволяет поднять заработок на YouTube на 40-50%, а бывает даже 100%. Смотрите, вот аналитика по моему каналу. Доход на текущий момент за последние 28 дней – 1700 долларов. И мы видим 44% в плюс, потому что я применил технологию свою авторскую, которая позволяет повышать доход. Для тех, кто новенький и не понимает, откуда вообще берутся деньги, повторюсь, что мы получаем деньги за рекламу, которая крутится при просмотре ваших роликов. То есть вы выгружаете ролик на канал, и там настраиваются рекламные вставки. Их можно сделать в начале, в конце, в середине ролика, с пропуском, без пропуска. То есть это все индивидуально и настраивается в блоке «Монетизация». Давайте я вам сейчас покажу. Вот выбираем любой ролик, ну давайте последний, да, сколько платит YouTube за миллион просмотров. Здесь захожу в «Сведения», дальше «Монетизация», и здесь мы смотрим «Форматы объявлений». «Оверлей», «Рекламные подсказки», «С возможностью пропуска», «Без», и далее. «Время показа объявлений». Вот здесь вот, здесь мной будет скрыто, наверное, сейчас я давайте подвину. «Время показа объявлений». В начале ролика, по умолчанию, в середине ролика и в конце ролика. Вот здесь вот нужно нажать «Настройка рекламных пауз». Есть два варианта, то есть настройка через автоматику, да, то есть YouTube автоматически анализирует ваш ролик, и догадывается, куда бы лучше вставить, чтобы не падало сильное удержание. Потому что вы сами понимаете, если вы вставите рекламные паузы через каждую минуту, то зрители просто закроют такой ролик. И что происходит? YouTube с недавнего времени разрешил вот эти вставки делать в видеоролики от 8 минут. То есть, если у вас ролик идет 4 минуты, то вы не сможете вручную вставлять рекламные паузы. Если от 8 минут, тогда вы сможете уже вручную и любое количество. Вот в этом-то и вся фишка. Именно этим способом мы будем с вами повышать доход. Я много раз уже говорил о том, какими способами можно зарабатывать на YouTube, Но самое основное, самое главное, это, конечно, заработок на монетизируемых просмотрах. То есть, когда откручивается реклама. Чтобы у вас появилась эта реклама, и вы стали за нее получать деньги, нужно выполнить минимальные требования. 1000 подписчиков на канале и 4000 часов просмотра. Обратите внимание, часов, а не минут. Очень многие путаются. Вот заходите в блок монетизации и смотри, там часы просмотров. Если вы видите на графике у вас минуты, то переведите в часы. И тогда вы можете подать заявку уже на регистрацию в личном кабинете Google AdSense. Google реклама. И все деньги будут скапливаться там. В этом случае вы уже тогда получаете возможность зарабатывать на своем канале по средствам как раз стандартной монетизации. И что я здесь рекомендую? Смотрите, чтобы ваш доход повысился, я всегда вставляю. Теперь вставляю, потому что до этого я как раз тот ролик, вот посмотрите, где я только начал экспериментировать. У меня доход понизился, потому что я 4 или 5 месяцев нажимал разместить паузу автоматически. На самом деле оказалось это неэффективно. Поэтому я стал размещать вот здесь. До 30 секунды вставочка. Потом до падения удержания. Самый лучший здесь момент, вы должны понять сколько у вас удержания на этом ролике. То есть в статистику потом посмотрите через неделю-две. И подвиньте эту рекламную вставку до падения удержания, чтобы как можно больше охватить зрителей. И третью вставочку вставляйте уже между второй и концом видео. Здесь можете одну или две вставить уже на ваше усмотрение. Но я бы сильно там, конечно, не старался заработать на зрителях. Потому что если много рекламы, знайте, что ваш ролик скорее всего закроют. Потому что не всем хочется смотреть рекламу. Вот такую стратегию я применил во все свои ролики. Вот февраль, март, апрель, май, июнь. Вот 5 месяцев, когда я делал автоматическую. Я везде сделал вручную. Я не поленился, потратил 2 часа, но каждый ролик я перенастроил. В итоге что мы видим? То есть у меня получается доход с канала повысился. И это очень круто. Потому что стало больше откручиваться рекламы. Другое дело, что мы должны проанализировать с вами удержание. То есть удержание повысилось или нет. Вот это первый способ заработка на вашем канале. Я считаю его самым хорошим, популярным и топовым. Потому что здесь от вас требуется только создание контента. Дальше, конечно, я бы второй способ рекомендовал. Это на прямых рекламодателях зарабатывать. То есть когда к вам напрямую на почту пишут рекламодатели с просьбой рассказать о их сервисе, продукте или услуге. Здесь вы, конечно, свою цену назначаете. Они вам напрямую переводят уже деньги. Вы создаете рекламный ролик. Может быть это будет прерол, а может быть это полноценный ролик будет. А может быть какая-то нативная интеграция. И все. Вы начинаете записывать его и выпускаете на своем канале. Данный способ тоже отлично. И многие блогеры-миллионники зарабатывают огромные деньги. Даже больше, чем на монетизации. Потому что монетизация, она такая. Цена не постоянно. Причем прыгает от ниши к нише. И от рекламодателя к рекламодателю. Я вот в этом ролике, где я показал, сколько платит YouTube за миллион просмотров, сравнил же два ролика. В итоге разница есть. И посмотрите обязательно этот ролик. И третий способ на партнерских программах. Вот я бы три способа сейчас выделял, как зарабатывать можно на YouTube. Что такое партнерские программы? Я думаю, вы знаете. Например, у Озона есть партнерская реферальная программа. Вы там регистрируетесь. Далее получаете свой реферальный код. Ссылочка будет ваша индивидуальная. И затем вы сможете вставлять этот код в любую ссылку, в любой товар на сайте Озона. Далее вы записываете, например, познавательный ролик или ознакомительный ролик о товаре. Например, вентилятор. Рассказали о нем, показали, сделали распаковку и сделали ссылочку на этот вентилятор. Далее, кто заинтересовался вашим обзором этим вентилятором, переходит по вашей ссылке, покупает этот вентилятор, а вы получаете комиссионные вознаграждения. Самое прикольное то, что покупатель не переплачивает. С вами делится прибылью уже сам Озон. Для покупателя остается цена та же самая. Просто Озон отчисляет вам 10, 15, 20, 30% в зависимости от условий. Где-то может быть 50. Вот если вы, например, в инфобизнесе будете заниматься партнерским предоставлением товаров, продажей товаров, там может быть и до 100% доходить, потому что в инфобизнесе там немножечко другая стратегия продвижения товаров. Там самое главное, чтобы инфобизнесмен получил покупателя и дальше смог уже продавать ему впоследствии. Но об этом мы можем отдельно уже поговорить. Таким способом мы с вами монетизируем наши видеоролики и зарабатываем деньги. Если, например, монетизация идет через Google рекламу, то вам AdSense или медиа-сеть перечисляет деньги на карточку или на расчетный счет. Если вы берете деньги напрямую от рекламодателя, здесь ситуация такая, что вы принимаете куда хотите. Да, но самое главное, не забудьте заплатить налоги с прибыль. И третий вариант с партнерских, они тоже здесь на электронные кошельки чаще платят, да, или на расчетный счет, или на карточки банков. Ну что, друзья, вот эта стратегия позволяет поднять заработок на вашем канале, сохранив количество просмотров. Отпишитесь в комментариях, кто, может быть, уже применил мою стратегию. Также отпишитесь, давно ли у вас подключена монетизация, сколько у вас заработок получается. И можете отписаться даже те, кто еще на пути к подключению монетизации. Отпишитесь, сколько у вас просмотров, сколько сейчас подписчиков. Очень скоро проведем прямой эфир и на наиболее интересные комментарии я буду отвечать прямо в прямом эфире. И, конечно же, в чате тоже будем общаться. Поддержите канал, обязательно влепите свой лайк. Подписывайтесь на канал, кто первый раз меня видит. Здесь очень много интересного еще будет по теме Ютуба, Инстаграма, ТикТока, Дзена, вообще в целом по заработку в интернете. Так что до новых встреч, всем успехов, пока, пока.